Всем привет! Сегодня я дочитала серию книг «История Энн Ширли», автор Лёси Монгомери, и вкратце сегодня я расскажу об этой серии книг. Я так быстренько пробежалась по биографии автора, чего я люблю делать, поэтому и пробежалась быстренько, собственно, и сделали себе такое открытие, что, скорее всего, эта серия книг списана с самого автора, в некоторой степени автор биографичной является. Но перейдём к самим повестям. Вообще считается, что существует три книги, в каждой по две повести. Первая повесть, она у меня самая любимая, называется «Энн из усадьбы зелёной крыши». Собственно, она только появляется в семье, в одной, совсем маленьком, по-моему, ей 12 лет, и эта книга мне очень напомнила про разведение Фрэнсиса Элизабет Бёрнетт или Бернекса, мельчайшему в статуе, и я до сих пор не знаю, как правильно произносится. Честно, залазила в Википедию, Википедия тоже не знает. Тоже также главная героиня очень симпатичная, очень при этом добрая, и она, у неё такая натура, даже если у человека такая тёмная оболочка, и кажется, что он колючий, отталкивает себя, то у Энн настоящий талант вскрыть вот этот защитный слой тёмный, казалось бы, и обнаружить под ним сияющую светлую душу. Прямо вот лучиться добром вот этой повести, и сама Энн, она такая мечтательная, любит что-нибудь такое придумывать, совершенно сказочное. Потрясающая вещь, которая понравится и детям, и взрослым. Энн в Эванли. Эванли – это городок, в котором, собственно, и находится выше упомянутого усадьба. Девочка подросла, определённые области жизни становятся для неё более приоритетными, чем раньше. Немножко меняет свой характер, но не в корне. Так, ну, по-прежнему, она оптимистична, мечтательна. У неё есть своя собственная философия. Энн в Редмонде. Это уже она, уже не школьница, уже она получает какое-то образование. И, собственно, это всё, что я вам скажу, чтобы особо не спулеить. Энн в Саммерсайде. Энн всё ещё продолжает расти. Она растёт отсутствовать всю серию книг. Эта серия книг, она охватывает жизненный путь, скажем так. И вот, кто любит эпистолярный жанр в виде пенсии, вот оно. Здесь со своим женихом, который работает в другом городе или учится. Я, если честно, уже стала забывать. По-моему, учится. Переписывается, состоит в переписке. И, пожалуй, повесть равной части – это стандартное описание событий и цитирование писем Энн своему возлюбленному. Но, признаться честно, одно от другого не особо отличается. Так что те, кто не любят эпистолярный жанр, особо не огорчайтесь. Потому что я не увидела особого контраста, скажем так. Предпоследняя повесть, пятая. Энн в бухте четырёх ветров. Собственно, ох, это, наверное, будет спойлером. Не скажу, не скажу. Приезжает в другой город, оказывается в совершенно романтичном месте, в домике, который она себе таким и представляла. Он был в её мечтах. И, собственно, воплощение этой мечты. К счастью, её нет конца. Да, уже, конечно, проблемы более взрослые там перед ней подстают, чем в более ранних книгах, где она девочек... Соответственно, растёт девочка, растут проблемы. Ну что? Ну что? Ну что я могу ещё сказать? По-прежнему она остаётся такой мечтательной оптимисткой, которая добра к людям, умная. Ну и переходим к последней повести. Извините меня, что я почти ничего не говорю о сути. Потому что, ну, спойлер, спойлер, господа и дамы. И последняя книга. Энн Винглсайде. Уже такая Энн далеко не девочка. Ну, не сказать, чтобы далеко, но вот, да. Вы увидите, как изменилась её жизнь, к чему в итоге она пришла. Жалеет она или не жалеет о том, что она пожила свою жизнь именно так, как она её прожила. Да. Ну вот, вы знаете, эта книга мне понравилась из всех в меньшей степени. И не глушь, но плохая. Просто провезла на меня менее хорошее впечатление, чем все остальные. Потому что очень-очень много незнакомых имён, новых совершенно. Я так и не смогла их толком запомнить. Единственное, вот то, что касается семьи Энн, вот их я запомнила. А всех остальных, это вообще просто, вот если в первой книге самой, я знала просто всех жителей Эвенли, городка, то вот в последней я вообще в конец у них запуталась. И когда о них заходила речь, я вообще не соображала, о ком говорят, о ком говорится. Ну, вся серия очень позитивная. Обычно, когда читаешь длинную серию, да, может быть такой побочный эффект, что устаёшь от этой темы, которая, так сказать, главенствует в серии книг. Начинаешь уставать, и как-то уже хочется, чтобы поскорее закончилось. Ну, не в этом случае. Я получила огромное удовольствие от совершенно всех поистей. И она мне не надоела в процессе чтения ни в коем разе. Я бы ещё перечитала, если бы были ещё. Ну, всё хорошее когда-нибудь заканчивается, в том числе это видео. Хотя я не покинула то, что оно хорошее. Вот такая я скромная. Всем пока!